Ирина Корнева, как и ее соседи по дому, живет уже почти месяц без воды. 2 марта остановилась подача единственного холодного водоснабжения в жилой шестиквартирный дом по улице 50 лет Советской Армии 45-1. Прекращение водоснабжения произошло из-за отключения насоса трубопровода спутника, обогревавшего трубу, подводившую холодную воду в дом. Спутник подключен к колледжу. Скажем, что небольшая диверсия. Кто-то отключил спутник. Как спутник замерз, естественно, вода тоже стала. Любой мог отключить насос. Соответственно, и привлечь к ответственности некого. Сотрудники колледжа комментировать ситуацию отказались и предпочли ретироваться. Они сказали, что... Ну это кто это они-то? Управляющая компания. Какая компания? Столичная. Ты что, по телевизору хочешь? Ну дайте комментарии. Жилой дом не подключен к центральному отоплению и водоснабжению. Едельцы дома для хозяйственных нужд используют слабую струйку воды из-под батареи. А для приготовления пищи вынуждены заказывать воду бутилированную. У нас холодная вода приходит в дом, тогда через бойлер она нагревается на горячую. А если нет холодной, то никакой нет. За помощью жильцы обращались и в управление водоканала, и в администрацию города, и в жилкомсервис. Но все они заявили, что водопроводная сеть бесхозная и ремонтировать ее они не обязаны. Жилкомсервис говорит, вы не наши. Столичная говорит, наш только кусочек возле дома. А вот эта трасса тоже не наша. Трубы висят в воздухе и по сей день не числятся даже среди бесхоза в службе эксплуатации городского хозяйства. Стоит отметить, что сложившаяся ситуация вынудила жильцов обратиться к главе республики Егору Борисову во время прямого эфира и попросить помощи. Пожалуйста, посодействуйте нашей беде. У нас перемерзла вода со второго числа в районе Гресс. Целый район без воды. И как бы эта проблема уже у нас два года назад то же самое повторялось. И мы сидели два месяца. Сейчас вот у нас и маленькие дети, и пожилые. Я проведу специальное рабочее совещание с руководством города Якутска, чтобы принимать какие-то дополнительные меры по этим вопросам. В том числе по вашему вопросу, который сегодня озвучен, я непосредственно буду говорить с руководством города. Только после вмешательства республиканских властей дело стало спориться. Администрация города дала разрешение на земляные работы. И подрядной организацией, нанятой ЖКХ столичная, удалось демонтировать старые трубы и проложить новые. На ремонт водных сетей протяженностью более 80 метров было затрачено 360 тысяч рублей. Никто делать не стал. Ни водоканал, ни город, никто. Слава богу, тут у нас организаций много. Вместе с нами семь организаций получается. Вот взяли, поговорили, скинулись, сами делаем. Оставили нас, можно сказать, ни с чем и никак. К работе подрядная организация, нанятой управляющей компанией, приступила с 14 марта. Сегодня уже шестой день работаем. До конца недели, я думаю, что воду пустим. Мы здесь сняли старую линию, откопали. И сейчас приложим другую, совсем новую. У нас все материалы есть, задержек нет никакой. Я думаю, что до конца недели, суббота, воскресенье, я думаю, отпустим. Работы у подрядной организации еще не початый край. Но, по мнению жильцов дома по 50 лет советской армии, в отличие от аварийной ситуации в 2013 году, на этот раз работы ведутся гораздо быстрее. Здорово, что есть президент. Здорово, хорошо. Ну, работы делаются. В 2013 году около трех месяцев восстанавливали. Ну, а сейчас уже три недели прошло. Быстрее же идет дело. Конечно, легче нам. По завершению работ управляющая компания передаст эту водопроводную сеть СГХ, которая дала гарантийное письмо в течение четырех месяцев трубы принять. А что нам остается делать? Хотя нам невыгодно, но приходится делать. Жильцы-то не должны страдать из-за того, что тут власти не определили, чья она. В дальнейшем, слава богу, да, будет хозяин. СГХ города Якутска берет на себя. Но восстановление за счет нас, организаций, которые здесь находятся, и ЖКХ столичное. Надежда Ефимова, Николай Неабутов, ЕСИА.